Это место просто безумие. Здесь невозможно жить. Вы когда-нибудь боялись остаться одни? Остаться там, где вас не услышат? Вы, может, и не задумывались, но если вы попадёте за кулиси, то на вас будет давить одиночество и звук бам. Номер объекта 10. Похитители кожи. Высокие бледно-жёлтые гуманоиды с запавшими белыми глазами. Их внешний слой плоти покрыт микроскопическими бугорками, с помощью которых они поправляют слой кожи. Кожу эти существа используют для маскировки и могут имитировать глаз своих жертв. Звук бледно-жёлтые гуманоиды с запавшими белыми глазами. Такие как пожелтевшие обои, влажное ковровое покрытие, электрические розетки и люминессентное освещение. Из-за явлений и визуального сходства каждой комнаты, последовательная навигация по уровню нулевому очень сложна. Оказавшись на уровне нулевом, первым делом осмотрелся. Пошёл вперёд, ибо выбора больше нет. Где позже я вышел из гнилых стен и очутился в более цивильных местах. Поднявшись по лестнице, видя всё те же стены и лампы. Для интереса собрал ковёр, который оказался бесполезным. Дальше снова набрёл на старые стены. Но спустя долгое хождение нашёл портал на другой уровень. Уровень первый – это склад с бетонными полами и стенами. Открыты арматуры, тусклыми флуоресцентными лампами, без видимого источника. Этот уровень обладает постоянным снабжением водой и электричеством. Также первый уровень более просторный, с рестницами, рифтами. Но в любой момент может погаснуть свет. И тогда, когда это происходит, могут появиться враждебные сущности. Теперь меня окружает кирпич и бетонный пол. Благо, вещи с нормального мира у меня были, и остатка сделал печку, чтобы пожарить еды. Пока я ждал, на меня напала чешуйница. И тогда я понял, здесь теперь мне будут мешать жить эти гадкие существа. После готовки отправился дальше. И бесцельное оброждение дало свои плоды. Я нашёл сундук с нитками. Хотя по этим комнатам натыкался на большое количество чешуйниц. И всё так же бесконечные стены и пол. Нашёл ещё один сундук, в котором была гнилая плоть. И ещё один. Но уже тут была духовая вода. Я... Я явно хорошо буду питаться. Снова, блин, место без света. Уже начиная отчаиваться, я смог найти портал. Уже на другой уровень. Второй уровень состоит из длинных тусклых бетонных коридоров обслуживания с трубами вдоль стены. Трубы на этом уровне могут разогреться до 200 градусов и выше. Некоторые участки уровня 2 полностью лишены света. А некоторые освещаются только альтернативными источниками света. Такими как фонарики и лампы. В местонахождении труб можно почувствовать влажный затопный запах. Теперь я ещё ниже. И здесь меня ждал бесконечный туннель. В один момент сломал стену и за небу тот же коридор. Встретив тупик, сломал стену, за которой было продолжение. Особо здесь ничего не было, только лишь коридор и труба. Но пока я шёл, ломал стены, смог дойти до лабиринта. Образил я здесь долгое время и решил немного передохнуть. Это всё не настоящее. Выхода здесь нет. Этот лабиринт никак не меняется. И тогда я смог найти портал в обычный мир. Если это настоящее дело... Если это настоящее дело... ... Cuba во своё многое время идёт имяmış. ... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok